Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем с вами наше ознакомление с книгой Седер Олам Раба. Один из российских публицистов и историков Евгений Понасенков заявляет, что что касается медицины и истории, все там считают себя профессионалами, самые большие дилетанты. И вот, наверное, продолжая что-то в этом роде, я бы хотел, будучи дилетантом, любителем в истории, я бы хотел продолжить наш разговор о книге Седер Олам. Сегодня мы пытаемся ответить на вопрос о ее, о авторстве этой книги. Ответ на этот вопрос, у нас есть внутренний, называется Internal Evidence, внутреннее свидетельство о том, кто написал эту книгу, или материал, кого в ней содержится, и у нас есть вне книжной информации, то есть вне этой книги, то, о чем говорят они другие книги того же времени. Первое, начнем с самой книги. Там высказываются некоторые центральные фразы от имени Раби Йоси. Раби Йоси в Талмуде, это Раби Йоси Бен Халавта. Это один из самых авторитетных учеников Раби Акивы. Когда в Талмуде ведется дебат или спор между Раби Йоси и его коллегами, это Раби Удабар Илай, Раби Шимон Бен Йохай, Раби Мейр. Аллаха следует Раби Йоси. Он один из самых авторитетных законодателей из пяти учеников Раби Акивы. И удивительно, что применение талантового этого великого законодателя вне его законодательной деятельности было в вопросах библейской хронологии. Раби Йоси Бен Халавта, согласно Вавилонскому Талмуду, является автором безымянных, анонимных высказываний книги Седоролам. Так мы читаем Масехет Евамот на странице 82, обратная сторона, то есть Амудбет, то, что называется по-еврейски. Также в Масехет Нида, в 46 странице Амудбет, более-менее отголоски одного и того же, одной и той же дискуссии. Дело в том, что когда еврейский народ пришел из Египта в Израиль, они осветили землю Израиля и стали обязанными исполнять многие митцвот, которые связаны с землей Израиля. Допустим, давать десятины от своих урожаев, трума, маосер, то, что называется, различные подарки от урожая. И задается в Талмуде вопрос, после того, как евреи изгнаны были из Израиля, та первоначальная святость, когда они осветили землю Израиля, будучи обязанными исполнять митцвот, связанных с ней, продолжалась ли она после изгнания евреев в Вавилон? И Талмуд говорит, там, бесспорно, есть несколько мнений на эту тему, но основное решение этого вопроса, то, что святость изначальная аннулировалась и заново была восстановлена евреями, когда они вернулись из Вавилона. И вот это второе освящение земли Израиля для митцвот, трума, маосер и других подарков различным слоям общества, она остается навеки вечной. Это говорит Раби Йоханан. И в дискуссии он говорит, я, и в той, и в другой масахе, и в масахе Тивамот, и в масахе Тнита, он говорит более-менее одну и ту же фразу. Я высказываю мнение Раби Йоси. Я согласен с Раби Йоси, говорит он, с Раби Йоси бен Халавтой. И доказательством того, что я согласен с мнением Раби Йоси бен Халавта, Раби Йоханан приводит высказывание Седоролам книги и говорит, Таны ба Седоролам, мы учили в книге Седоролам. Приводит строчку, которая говорит о цитату, дословно, из книги Седоролам нашей, из которой видно, что изначальная святость аннулировалась с изгнанием Вавилон, потом была восстановлена, с возвращением из Вавилона в Израиль. И потом Раби Йоханан говорит, Умай Тана Седоролам, и кто является учителем, который передает нам информацию Седоролам, Раби Йоси, что это Раби Йоси, в двух местах в Масехте и в Амоте, открыто Вавилонский Талмуд называет автором анонимных высказываний Седоролама, Раби Йоси бен Халавту. Это вещь номер один. Вещь номер два. В Седоролам, особенно в его третьей главе, есть высказывания, которые буквально параллельны Мишне, Мишне, которую говорит Раби Акива в Масахет Эдуйот, во второй главе, в самом конце, десятая Мишна, которая говорит Раби Акива, где наказание грешников в Гейноме 12 месяцев, и египтяне 12 месяцев были наказаны, поколение Потопа 12 месяцев наказывалось, Гогу Магог будет 12 месяцев наказываться. Там несколько, пять вещей, которые были наказаны в течение 12 месяцев. Вот эта Мишна, сказанная Раби Акивой, она является абстрактом, более сжатой формой информации, которая написана в Седоролам в более раскрытой форме. И оппонент Раби Акива, Раби Йоханан бен Нури, упоминаемый в Мишне, также цитируется в Седоролам. Согласно этому, профессор Мельковский считал, что Седоролам предшествовал Мишне. Но единственное, что мы можем с точностью сказать, что и Мишну Масафет Эдуйот, сказанную от имени Раби Акивой, и вот это вот наше высказывание в Седороламе, в параллельной и более раскрытой форме, скорее всего, черпали информацию из одного и того же источника, что является школой Раби Акива. Бесспорно, Раби Йоханан, будучи учеником Раби Акива, бесспорно, очень даже правильное, что он говорит об этой информации от имени своего учителя. Следующая вещь. В Масахет Моэт Катан обсуждается вопрос, имеет ли право Мецора, человек с вот этим нечетко определенным заболеванием в наши времена, которое в библейские времена называлось Мецора, Цераат. Этот Мецора, имеет ли он право быть вместе со своей женой, когда он находится на карантине? И дискуссия, которая ведется там, ведется дискуссия между Раби Йоси и Раби Уда, опять известными нам героями, учениками Раби Акива, и в середине обсуждения их мнений вдруг говорит Рабин, который жил уже поколение, два поколения позже них, его звали Рабихио. Рабихио говорит своему учителю Раби Иуда Анаси, ведь Раби, вы же нам говорили, что царь Узиягу, который стал прокаженным, а точнее имел Цераат, и был вынужден жить вне Иерусалима на кладбище, что у него он зачал и родился, его жена родила его сына Йотама, следующего царя Израиля, когда Узиягу уже был Митсора и был вне стана еврейского, вне города и жил. То есть из этой истории видно, что Митсора имеет право сожительствовать со своей женой, будучи на карантине. Вот эта вот идея про этих двух еврейских царей, она берется из Седору-Лама. Раби Иуда Анаси приводит это мнение, говорит, что я тоже так считаю. И он, используя эту информацию из Седору-Лама, объясняет мнение Махлокет, Раби Йоси и Раби Иуда в свете этой информации, чтобы уже точно знать, какого мнения придерживается Раби Йоси. То есть мы видим уже последующее поколение в Вавилонском Талмуде, одно-два поколения после Раби Йоси, рапортуют информацию от его имени, информацию Седору-Лама. Следующая вещь в Масахет Ар-Рахин. Масахет Ар-Рахин. И в Юрусалимском Талмуде Масахет Нида ведется дискуссия также об освящении земли Израиля в первый раз или во второй раз. И там говорится, дискуссия эта ведется от имени двух равинов. Раби Йоси, извиняюсь, Раби Ишмаэль бен Раби Йоси, Раби Ишмаэль сын Раби Йоси и Раби Лезер сын Раби Йоси. Это дети известного нам Раби Йоси, которые обсуждают идеи, высказанные в Седору-Лам, в Вавилонском Талмуде на эту тему. То есть опять мы видим поколение спустя после Раби Йоси, параллельные места Седору-Лама обсуждаются его детьми. То есть, куда ни посмотри, все дороги ведут в Вавилонском Талмуде к Раби Йоси. Что же касается Иерусалимского Талмуда? В Иерусалимском Талмуде ситуация совершенно другая. Во-первых, параллельные места с Седору-Ламом рапортуются в Иерусалимском Талмуде равинами, которые жили на поколении раньше Раби Йоси. И что удивительно, и это по-настоящему интересно и удивительно, каждого из них зовут Раби Йоси. Но это Раби Йоси Агалиле, ровесник Раби Акивы, он в это же время жил, современник Раби Акивы, или Раби Йоси Бар Илай. Это Танаим, которые живут или в то же время, или слегка до Раби Йоси Бен Халавты, упомянутого в Вавилонском Талмуде. Также интересно, что в Иерусалимском Талмуде вещи параллельные, похожие на Седору-Лам, рапортуются от имени Раби Йоси Бен Раби Ханина. Это Амора первого-второго поколения, который занимался активным, был очень систематизацией информации, дошедшей до него от предыдущих поколений. Единственный Равин в книгах, в трудах палестинской, израильской, Иерушалми школы это Раби Шмуэль Бар Нахмани. Это единственный Равин, который цитирует Седору-Лам в Медраше, в Медраше, который был произведен в Эрд-Исраиле. Единственное, что мы знаем про этого Равина, что он долгое время провел в школах Вавилонии. То есть, смотрите, какая вещь. Вавилонский Талмуд цитирует и знает книгу Седору-Лам, при этом Иерусалимский Талмуд ее не цитирует и как таковую ее не обсуждает и часто приводит альтернативные хронологические интерпретации. Поэтому следует предположить, что то, что начал делать Раби Акива или в его школе и про центральную роль, в котором сыграл Рабиосибен, Халавта. Это развивалось последующие два поколения. А потом, скорее всего, эта информация была перевезена Равом учеником Рабио-Данаси, который получил образование в Израиле, но переехал в Вавилонию и там основал одну из важнейших Талмудических школ. Судя по всему, параллельно с Мишной, который Рав привез в Вавилон, он также привез туда и наработки Седору-Лам, и конечную свою редакцию эта книга получила уже в Вавилоне. И, судя по всему, эта книга никогда в Израиль Талмудического периода не приехала, не вернулась. Она налево-направо существует в Вавилонских школах, в их трудах, но при этом она Иерусалимский Талмуд такую книгу не знает. Это изыскание доктора Гугенхаймера, которого я цитирую в данном случае. Доктор Гугенхаймер считает, что Рабиоси Амора был, скорее всего, одним из редакторов конечных этой книги, потому что, поскольку уже равины второго поколения Амораим, как Рабиоханан, цитируют Седору-Лам в Вавилонском Талмуде, эта книга должна была уже существовать. Интересно, что Рабиохананан считается центральным автором Иерусалимского Талмуда, при этом от его имени в Вавилонском Талмуде Седору-Лам цитируется постоянно, но при этом в Иерусалимском Талмуде этого не происходит. Это, бесспорно, очень интересное наблюдение. То есть, вот такая вот информация по поводу авторства, авторства Рабиоси Бенхалавта, который использовал древний способ, древнюю информацию, дошедшую до него, который использовал работу, начатую его учителями, скорее всего, и довел ее до биологического завершения. Эта работа закончилась, скорее всего, в первом-втором поколении наших Амураим в третьем веке этой эры. Большущее спасибо вам за внимание. В следующий раз мы поговорим с вами, какова была причина, по которой необходимо было написать такую книгу. Для чего понадобилось Рабиоси создавать такую книгу. Большущее спасибо вам за внимание и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров Корректор А. Корректор А.